Приветствую вас, друзья мои! После долгих переживаний о том, что происходит в мире, нужно возвращаться к делам, как бы больно это не было. Со мной, видимо, сейчас остались самые верные зрители и те, кто по-настоящему любит Рим. Именно для вас я продолжаю снимать видео и рассказывать про этот удивительный город. Спасибо каждому из вас за то, что вы со мной. Русскоязычных туристов сейчас мало, не то чтобы совсем нет, они приезжают из других стран. Но по сравнению с тем, что было раньше, это песчинка в море. Давно я хотела основательно и подробно изучить Колизей и Римский форум, ведь на их территории до сих пор проходят археологические раскопки. И у меня теперь есть возможность хоть каждый день гулять по этому историческому месту. Я купила годовую карту и теперь без лимита могу бывать здесь. После пожара 1964 года на месте, где находился золотой дом Нерона, следующий император Веспасиан начал строительство Колизея. Он пригласил лучших архитекторов того времени для строительства величайшего стадиона для массового развлечения. Да и место расположения для строительства он выбрал очень удобное, рядом с Римским форумом. Здесь все было сосредоточено в одном месте. После пожара 1964 года Нерон присвоил себе земли и за 4 года возвел золотой дом небывалой красоты. После смерти Нерона Веспасиан решил стереть память о Нероне и вернул землю народу. Ведь до пожара на месте золотого дома Нерона стояли дома простого народа. После пожара землю присвоил Нерон. Так вот Веспасиан, развернув строительство на территории золотого дома Нерона, вернул землю народу в качестве нового места для развлечения. Ведь люди хотели зрелищ. За 8 лет построили Колизей. А от сада, который был на территории золотого дома, осталась только огромная статуя Нерона, сделанная из позолоченной бронзы. Которую потом, конечно, немного переделали, чтобы она не была похожа на Нерона, и поставили у Колизея. За долгие годы существования Колизея его неоднократно переделывали. Особенно тогда, когда в него попала молния. На реставрацию тогда ушло почти 20 лет. За моей спиной напротив Колизея находится храм Венеры и Ромы. Фундаментом для строительства храма послужили остатки от золотого дома. Место строительства храма совпало с местом, где первоначально стояла огромная позолоченная статуя Нерона, высота которой 35 метров, ну и плюс основание. Когда Адриан решил построить храм, ему пришлось передвинуть статую ближе к Колизею. 24 слона тащили эту огромную статую. Вот это место, куда Адриан перенес статую. Она немного мешала строительству храма и была перенесена. Строительство храма раскритиковал архитектор Аполлодор Дамаский, который впоследствии заплатил за свою критику собственной жизнью. Аполлодор Дамаский раскритиковал храм Венеры и Ромы за неправильные пропорции. Он сказал, если бы богини пожелали подняться с трона, это было бы сделать невозможно. Такие огромные были богини внутри храма. Историки утверждают, что после этой критики Адриан отправил архитектора в ссылку, а затем приговорил к смерти. Еще при Трояне между Адрианом и Аполлодором пробежала вражда. Когда Троян обсуждал с Аполлодором проекты новых зданий проекта комплекса Трояна, Адриан попытался что-то подсказать, но его не принимали всерьез. И ему было сказано, иди раскрась тыквы, раз ты ничего не понимаешь в этих вещах. Став императором, Адриан вспомнил эту неприятную ситуацию. Храм стоит в центре большого подиума. Вокруг него был портик с колоннами из серого гранита, а по сторонам были лестницы, по которым можно было спуститься на площадь Колизея и форума. Благодаря археологическим раскопкам по воле Бенита Муссолини в 1930-х годах, сегодня у нас есть возможность увидеть эти колонны портика. Стены храма были украшены колоннами из драгоценного красного порфира и нишами. Пол был украшен геометрическими мотивами, выполненными из разных видов мрамора, в том числе и порфира. Позже этот пол был вторично использован в других церквях. Храм состоял из двух смежных цел. Они имели общую заднюю стену, но были направлены в разные стороны. Каждая из богинь была выделена целой. Они сидели друг другу спиной. Венера сидела лицом в сторону Колизея, а богиня римского государства Рома сидела лицом в сторону Капитолия. Та часть целой, в которой находилась богиня Рима, была включена в состав монастыря Санта Франческо Романа. Сейчас эта часть монастыря открыта как музей. Продолжение следует... Покажу вам немного экспонатов выставки, которые были найдены при археологических раскопках. Здесь посуда, украшения, статуи, а потом пойдем дальше на Римский форум. Цена билета в археологический парк Колизея сейчас, на март 2022 год, стоит 16 евро. Билет действителен 24 часа. По этому билету можно один раз посетить Колизей без выхода на арену, Римский форум и палатин. Есть билет, цена которого 22 евро. Все то же самое, только с возможностью посетить арену и спуститься под арену. То есть Колизей, Арена Колизея, Подземный Колизей, Римский форум и палатин. Согласитесь, за один день это очень большой объем. Без гида и путеводителя там будет неинтересно. И вы не почувствуете значимость и ценность этого парка. Поэтому или запасайтесь книгой, или гуляйте по археологическому парку вместе с гидом. Дорогие друзья, не переживайте, кто не был в Риме и в ближайшее время не сможет приехать. Я буду знакомить вас с парком в моих фильмах про Рим. На стенах мы видим сохранившиеся фрески монастыря. По этой великолепной лестнице я вышла прям к арке Тита, которая находится на самой высокой точке священной дороги. Эта арка посвящена Титу, сыну императора Веспасиана, который построил Колизей. Она была воздвигнута в память о завоевании Иерусалима в 66-70-х годах. Ее открыли в 81 году уже после смерти Тита. Правление Тита нельзя назвать счастливым. Он был императором всего два года, два месяца и двадцать дней. И за это время произошло три очень крупных стихийных бедствия. Пожар в Риме в 81 году. В Риме были частые пожары в то время. А этот пожар бушевал три дня и три ночи. Извержение Везувия, в результате которого погибли Помпеи и другие города. И за эти два года правления Тита в Риме была еще и страшная чума. После смерти Тита в том же году в его честь была воздвигнута триумфальная арка. Во внутренней части арки можно рассмотреть Тита на колеснице. Его изобразили как бога, возвышающегося над толпой легионеров. Богиня Рома ведет его в город. На другой стороне арки мы видим, как римские легионеры возвращаются из Иерусалима. Они несут с собой трофеи, утварь и главную святыню из храма Соломона, Большой Семицвечник. А также несут шесты с таблицами, на которых написаны захваченные города, серебряные трубы, деревянный стол, обшитый золотом. Если встать под арку и поднять голову кверху, то можно рассмотреть рельеф. Там изображен орел, который уносит в когтях маленького человека. Это император Тит. Так изобразили обожествление. После смерти императора обожествили. Внутри арки раньше была лестница. Это была не просто арка, но и мавзолей императора. Никто не знает, где сейчас находится минора, которую римляне вывезли из храма Соломона. Но рассказывают, что в 2004 году, спустя 1923 года, изранитяне попросили разрешение у папы Иоанна Павла II провести инвентаризацию ватиканских подвалов и удостовериться, что в них нет золотой миноры. Хочу рассказать небольшую историю из жизни императора Тита. Когда Тит воевал в Иерусалиме, жена в Риме родила ему дочь. Но в Иерусалиме Тит влюбился в еврейскую принцессу и дал слово жениться на ней. Тит пригласил еврейскую принцессу приехать в Рим. Он развелся с женой, но не мог жениться на принцессе, так как наследнику престола нельзя было жениться на чужеземке. Принцесса была очень красивая. Тит ее ревновал ко всем вокруг, но не мог жениться. А когда Тит стал императором, так вообще отправил ее назад на родину, чтобы она не смущала его. Императора Тита всегда считали добрым и великодушным человеком. И уже перед смертью он признался, что чувствовал угрызение совести, как поступил со своей женой и принцессой. Вот что с людьми делает любовь. Сегодня мы немного прогулялись с вами по археологическому парку Колизея. Сейчас я поднимусь на великолепную смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на Римский форум. Дорогие друзья, многие из вас уже бывали в Риме. Если вы что-то не успели посмотреть и найти на Римском форуме, напишите мне в комментарии. Я обязательно на эту тему сниму для вас фильм. Сегодняшний фильм получился не очень большой, я так и планировала. В следующем фильме я расскажу вам еще кое-что интересное, что есть на Римском форуме. Так постепенно я покажу вам весь Римский форум, а потом и холм Палатин. Ну и конечно же, не раз еще зайдем в сам Колизей. Римский форум Римский форум Я очень люблю бывать на Римском форуме весной. Здесь все в цветах, вот уже и глициния зацветает. Дня через три-четыре здесь будет очень красиво. А я на этом, дорогие друзья, буду прощаться с вами. Встретимся на следующей видео прогулке. Если видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх и делитесь им с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok